всем привет жизнь на даче располагает к размышлениям и к прослушиванию хорошей музыки ну а также к чтению книг гулянию в лесах финских ранее бывших незапамятные времена бывших финских лесах ну и конечно музыка 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 вот она дачная музыка группа wire пластинка pink flag первый альбом группы wire а всего у команды если мне память не изменяет на сегодняшний день 24 диска вышло 24 альбома ну включая несколько концертников но в основном конечно творчество как она есть многие называют эту группу панком по крайней мере первые три альбома но там два с половиной может быть хотя впрочем дальше тоже интересно тоже музыка похожая на первые записи но здесь я прихожу к тому о чем говорил много-много раз уже много-много раз что вот эти самые названия стилей панк рок прогрессив рок какой-нибудь еще рок какой-нибудь еще арт или там что-то такое это настолько все условно и глупо но если исключить чисто музыкальные понятия определения приемов как приемов игры так и приемов построения композиции там например фанк да там более или менее понятно то есть фанк обозначает определенную ритмическую структуру но вот то что касается панка это ужасно это ужасно потому что открою для многих наверное секрет переверну сознание что никакого панк рока вообще не существует и никогда не существовало это настолько искусственное определение настолько притянутая за уши настолько журналистская настолько медийная какой панк-рок что это такое объясните мне пожалуйста что такое панк-рок никто не объяснит только покажут наверно руками так это когда-то да 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 ну во первых нет во вторых нет в третьих нет потому что множество групп которых причисляются к панк року они совсем вот это да 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 не играют они играют совершенно по-другому играют сложно играют много играют затейливо интересно и очень-очень музыкально есть разные коллективы есть такие которые играют ду-ду-ду-ду-ду например группа wire которую я уже показывал пластинку которую я уже показывал до 1977 года pink flag называется она шикарный альбом замечательный когда начинаешь слушать эту музыку хотя она вот казалось бы такая ду-ду-ду-ду-ду-ду но тут же становится ясно мгновенно что это играют выпускники арт-колледжа непонятно почему но сразу представляешь себе студентов арт-колледжа просто слушая музыку ничего не зная про артистов это слышно в музыке в построении коротеньких песен которые бывают что здесь и по полминуты 40 секунд есть песни такие есть длинные полотна очень длинные практически там три с половиной минуты даже есть песни по длительности это для wire это монументальное произведение совершенно но тем не менее панк принято ассоциировать с такими хулиганами из рабочего класса есть и такие но есть хулиганы из рабочего класса которые играли арт-рок например или которые играли фанк или которые играли джаз очень даже таких много и я них расскажу впоследствии ну что далеко ходить стив винвод например настоящий хулиган гопник один мой знакомый знал человека который работал со стивом со стивом винводом и учился с ним в одном классе и горишь но гопник и гопник просто клейма негде ставить однако пожалуйте вам классический белый соул один из лучших наверно певцов его сравнивали своим чарльзом записал массу пластинок прекрасную группу трафик собрал свое время blind фейд пластинка кстати который мне не нравится все не все но масса людей восхищаются blind фейд я как-то так очень спокойно к этой коллаборации замечательных музыкантов ну вот о гопниках и негопниках да совсем негопники взять даже группа автоматические удовлетворители отечественного производства да и андрюша панова лидера этой группы который вот уж кто так совсем не гопник хороший парень интеллигентный высокообразованный не побоюсь этого слова студент театрального института который правда ушел из театрального института по собственному желанию как ему сказал его мастер что андрюша ты первый который по собственному желанию уходит на моей памяти из театрального института при конкурсе там 40 человек на место ну не будем об этом итак панк и wire панка как я уже сказал не существует никогда потому что что такой панк панк это был журнал который издавался в greenish village в нью-йорке журнал больше похожий на газету многостраничную мало тиражное издание лес магнил лес магнил по моему магнил или магнил неважно являлся одним из из издателей этого печатного органа и лицом этой собственно говоря газеты и на этот самый лес магнил сказал в 1077 году что англичане украли у нас панк украли у нас практически все мои идеи которые были заложены в журнале они где-нибудь еще а журнал читался в основном посетителями клуба себе джиби где играли группы исполняющие новую музыку для того времени новую нью-йоркскую музыку и музыканты были очень разноплановые очень разноплановым разноплановые была группа телевизион например которая никакой не панк вообще даже близко там панк не лежал блага группа рамоунс которую считают основателем панк-рока хотя она играла какой-то такой баблгам очень короткие песенки очень простые и рамоунс у меня никогда не ассоциировались с панком с тем что принято называть панк-роком у нас даже с теми же секс-пистолс они не не вставали у меня никогда в один ряд уж это нормальная такая поп-музыка исполненная на гитарах волосатыми парнями в джинсах которые вообще на панков даже внешне не не похожи никак однако все это валится в одну кучу если группа играет короткие песни там с параллельными квинтами да папа с построенную на параллельных винтах это все это панк-рок и все хотя другая совершенно гармоническая структура я имею ввиду раз разная разная структура гармоническая и подача разная и смысл разные и все разное и рамоунс это просто это нормальная поп-музыка такая недаром там фил спектр с ними работал в конце концов и пара него не слишком удачных пластинок было записано спектром и рамоунс но тем не менее и это панк-рок понимаете ли и секс-пистолс панк-рок и все по и телевизион парку панк-рок и пати смит панк-рок которая никаким боком к панку не не прислоняется даже вообще женщина которая всю жизнь исповедовала идеологию хиппи и до сих пор я с ней встречался лет десять назад когда приезжал в нашу страну ходил на концерт броню интервью и она все вот это она там пела даже у нас в студии играла на гитаре и все вот это вот мир любовь хухры-мухры как говорил майк науменко то есть никаких даже близко нет вот этих панк-панк движений у нее но продолжим об этом позже однако wire как я уже говорил студенты арт-колледжа музыка изумительная настолько она хорошая что только в превосходной степени могу о ней говорить хотя на первый взгляд она вот такая вот такое неистовое звуковое давление гитарная с барабанами которые не свирепствуют нигде ни разу ни секунды а играют четкую такую сетку иногда пробегаются правда такими брейками странными весьма но тем не менее вокал правильной совершенно какой-то такой подростково молодежно разочарованный во всем но при этом агрессивный как и положено как и положено и так аккуратно все сыграно вот этот гитарный рев такой с хрустящим звуком с перегрузом правильным хрустящий рев очень четко фиксируются фиксируются паузы очень четко все сделано раз микро пауза 2 микро пауза бат стоп тайм очень похоже на музыку которую играет сейчас группа queen's of the stone age который я безумно люблю все пластинки обожаю queen's of the stone age и обязательно про них поговорим вот нек некие пересечения в форме я вижу с queen's of the stone age правда queen's of the stone age играет больше музыку такую плотную и основательную даже когда играет быстрые песни у них есть несколько пластинок замечательных таких быстрых а есть более или менее спокойные но тяжеловесные такие в сторону стоунер а это я даже вот это прокололся и назвал определение но тем не менее риэторс первая песня сразу вышибает просто сразу прокатывается катком по всему чему только можно на одном аккорде потом раз съезд все-таки разрешение два аккорда и идут как бы немножко вдохновение возврат опять на исходную точку ду 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 вот это то самое с чего я начал ду 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 но вообще не секс пистол и даже не public image limited и даже не рамоунс хотя некоторые критики которые вообще ничего не соображают сравнивали с рамоунс эту группу мол тоже гитарный такой урок тоже очень короткие песни полторы одна полминуты конечно же это похоже на рамоунс ничего общего вообще вообще ничего общего field of the sunday's если мне память не изменяет здесь хронометража нет она идет как раз что-то около 40 секунд free girl румба румба веселенькое полотно близко к панк-року но опять-таки не к тому панк-року который принято у нас ассоциировать там с секс пистол и почему-то с рамоунс не знаю непонятно почему x-line тогда тамер и low down вот две песни realtors и low down это шедевры гитарной музыки и из них вышел наверное вода вышла вот та музыка которую принято называть стоунером сейчас то есть медленное давление тяжелая раскатывающая тебя по асфальту в лепешку от начала до конца ну и дальше понеслось старт умов бразил песня тоже меньше минуты длится по моему если мне память не изменяет pink flag заглавная песня последние на первой стороне своеобразный гимн можно назвать это я не знаю там постпанком или чем угодно но это всяко не вот это вот то что в головах у людей ну и дальше все все так же но все очень разное несмотря на то что кажется монотонно кажется однообразным но формально кажется однообразным монотонным а когда начинаешь слушать понимаю что в этой монотонности и однообразие такая гамма красок так все интересно и так все не побоюсь этого слова концептуально что просто не оторваться пластинка шикарная гитарная тяжелая быстрая неожиданная ироничная едкая избительная и очень умная это очень умная музыка несмотря на формальную простоту хотя никакой там простоты нет попробуйте написать двадцать одну песню двадцать одну песню и из вложить их в хронометраж порядка 40 минут чуть меньше даже 40 минут с ними память не изменяет и чтобы это было интересно слушать чтобы это покупали хотя цели такой цель такая была но она не главное она не основная основная цель была творческое самовыражение художники художники творили свой мир и они говорили такую штуку что нас причисляют к панку хотя мы никогда не были никакими панками не внешне и внутренне не сбоку не сверху не снизу столько панки панки как говорят всех ненавидят но мы играем такую музыку что нас ненавидели даже панки потому что мы если панк-рок довел классический рок до минимализма до совершенно таких до до лаконичности до предельной то wire довели панк-рок до минимализма это условно говорить если чтобы так было более менее понятно без долгих объяснений то есть это сверх минималистичный панк-рок опять-таки я съезжаю на термины которые я ненавижу потому что это никакой не панк-рок это музыкальный минимум музыкальный минимализм тяжелый и в то же время летящий свистящий влетающий прямо в тебя гитарный рок как я уже говорил очень умный и очень высоко художественный ну а я пойду за них выпью и отправлюсь в ночной лес бродить по нему и искать вдохновение пока